Президент России назвал развал Советского Союза геополитической катастрофой. Правильно было бы беззаговорочно согласиться, да только вот комплексный анализ последствий этого происшествия заставляет поставить после цитаты «большое, толстое, однако». Так получилось, что начиная с 1953 года хрущевским руководством в Советском Союзе последовательно и неуклонно реализовалась догма а-ля Бжезинский о мерустройстве за счет России, против России и на обломках России. Первым делом были свернуты грандиозные проекты по преобразованию природы, в результате которой исторические территории России должны были стать образцово-показательными ареалами сельского хозяйства, обеспечивая продуктовую безопасность всей страны и являясь примером для подражания не только для других республик, но и для стран за рубежом. Точно так же были свернуты многочисленные программы по освоению Сибири и Крайнего Севера, одна трансполярная магистраль чего стоит, а как бы они пригодились сейчас, при новом броске в Арктику. И главное, все эти проекты развивали территорию самой России, что очевидно в планы нового руководства Советского Союза после 1953 года не входило от слова совсем. Планы были другие. Ресурсы, предназначенные для развития исконно российских территорий, а также все остальные ресурсы, до которых получилось дотянуться, массово стали уходить куда угодно, только не в РСФСР. Поднимали Казахстан, Прибалтику, весь СЭФ, немеренные средства уходили на африканских и арабских туземцев, одним словом, куда угодно, только не в Россию. Наоборот, из среднерусских деревень выкачивались люди, деньги, материально-технические ресурсы, оставляя после себя то, что мы наблюдаем сегодня, руины и запустения. Внебратья на халяву подсели быстро и конкретно. Одновременно с ростом халявы за счет России росло и национальное самосознание советских окраин, медленно, но верно превращаясь в чувство национального превосходства. Небратские кадры Украины, Прибалтики, Азии стабильно получали преимущество при получении образования в самых престижных вузах, преимущество при занятии руководящих постов, первоочередное снабжение дефицитом и закрытие глаз на откровенно националистические выходки. С воцарением Горбачева со всех небратских советских окраин, как по команде, зазвучали заунывные стоны о несчастных Прибалтах, украинцах, кавказцах, вынужденных оказывается круглосуточно кормить прожорливую Россию. О том, как они хорошо жили бы, если бы не гадская Москва, можно было тогда услышать от многих. Ни один латыш сейчас предпочитает не вспоминать про то, как они орали, что за два года завалят беконом Европу, и не делают это только потому, что Центр не разрешает. И вот в 1991 году Центр разрешил. И тут на авансцену вышел большой такой качественный и многосторонний обломс. Оказывается, кормильцы России на поверку оказались примитивными нахлебниками, качественно умеющими только жрать и гадить, и ни на что более принципиально не способными. Бросившиеся в объятия англосаксов небратья с удивлением узнали, что их единственным товаром, востребованным у цивилизованного мира, является русофобия, а во всем остальном они несостоятельны и несамостоятельны во всех смыслах этого слова. В центре облома, на мове зрады, оказался до сих пор непризнаваемый факт, что без российских ресурсов, дотаций и субсидий советские окраины обречены на угасание и забвение. Укры дольше всего удерживались у русской сиськи, пользуясь всеми возможными благами паразита, начиная с халявных углеводородов и заканчивая различными административными льготами, таможенными и миграционными. Халява – очень тяжелый наркотик, и ломка, которую мы сейчас наблюдаем на Украине – неизбежный результат неимоверно долгого и незаслуженного питания лучшими кусками со стола клятых москалей. То же самое творится в Прибалтике, где за воплями о российской угрозе маячит привычная тень инфантила, требующего позолотить ручку, а единственный экспортный товар – русофобия, оказывается, хреново монтируется со льготами, субсидиями и инвестициями, которые небратья привыкли получать из России. Очень медленно, но Россия таки меняет привычку кормить с руки тех, кто в эту руку плюет, да еще и пытается укусить. Причем не только прекратить кормить чужие, а заняться, наконец, своими собственными, неустроенными провинциями, потому что их процветание и комфорт – это не просто важный, это единственный способ выживания России, как независимой страны. Российские провинции обязательно должны жить лучше, богаче, комфортнее, чем живут бывшие советские окраины. Только в этом случае сама Россия будет притягательна, в первую очередь для молодежи, и только тогда медленно, очень медленно, но обязательно русофобские элиты сменятся в этих недостранах на русофильские. Развал Советского Союза и русофобия окраин создала условия для такого разворота. И надо честно признать, не будь этого развала и не будь этой русофобии, Россия до сих пор везла бы на себе ввоз присосавшийся к ней паразитов, которые, как любые паразиты, никогда не будут любить свою жертву, ибо она для них – корм. А какое уважение может быть по отношению к корму? Более того, сами небратья, ломанувшиеся в объятия к англосаксам, оказались в непривычной для себя роли корма. Нет, их самих тоже кормят, но не всех и не всегда, а исключительно ведомых, на убой и исключительно перед тем, как вульгарно использовать. Делают, правда, англосаксы это филигранно. Корм теперь гордится тем, что он корм, и даже согласен приплачивать за попадание на обеденный стол к хозяевам. В Прибалтике, например, идеально организован вывоз рабочей силы в митрополию за счет самой рабочей силы. Прибалтийские небратья в своем верноподданничестве переплюнули африканцев, которых вывозили с исторической родины, все же насильно и за счет рабовладельца. Одновременно с постепенно отваливающимся от российской халявы небратьями неустанно льют воду на мельницу российской экономики наши западные партнеры. Желания у них, конечно, прямо противоположны. Разорвать в клочья или хотя бы нагадить. Но получается, что любое ограничение и любая проблема заставляет неповоротливую российскую бюрократию поднимать задницу и решать эту проблему за счет имеющихся в наличии местных ресурсов. Это тоже шанс. И наши западные партнеры делают все, чтобы Россия его использовала, старательно перекрывая любые способы избежать импортозамещения. Одним словом, наши западные партнеры и небратья в едином порыве, проклинающий Советский Союз, радующуюся его развалу и проклинающую Россию, сами того не желая, предоставляют России цивилизационные шансы использовать оба, избавиться от нахлебников русофобов и одновременно избавиться от импортозависимости. И есть та достойная задача, решив которую, нашему поколению не стыдно будет уйти на пенсию. Хорошо, если получится. Надо бы, чтобы получилось. А окраинные территории никуда не денутся. Когда освобожденные от российской халявы и англосаксонских подачек окраинные народы полностью растеряют индустриальные кадры и технологические навыки, возвратившись в свое первоначальное агросостояние, а плотность населения будет соответствовать Арктике, тогда можно будет подумать о возвращении их обратно, но уже совсем на других условиях. Меня лично вдохновляет Калининград, где несмотря на все перетурбации 90-х и оторванность от большой земли, никогда не поднимался вопрос об отделении от России. Наверное, этот весьма положительный опыт следует учесть на будущее. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях и обязательно выскажите свою точку зрения в комментариях. Также, чтобы ни в коем случае не пропустить следующее видео, подписывайтесь на канал и заходите на наш сайт. Там много различной информации о происходящих событиях в мире. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok